Про наш экспорт зерна. Расскажите, скажите сначала, какое зерно мы вывозим и какое мы закупаем. Мы вывозим кормовое зерно, а закупаем высококачественное зерно. То есть мы производим трэш на своей территории. Вот это надо всегда договаривать, потому что людям вот на уши начинают это... У нас выросло сельское хозяйство на 4%. Да мы угробили настолько... Мы действительно ввели новую категорию нищих работающих. Мы ввели категорию, соответственно, поддержки искусственных агрохолдингов, которые просто минусуются, но за счет подъема цен наших налогоплательщиков. И главное, говорим, у нас подъем. Подождите, а может мы вернем сначала людям деньги? И после этого начнем говорить. Вот базовое является... У нас, извините, у нас смертность растет, у нас эпидемия спида, и у нас работающие нищие. Вот это базисы. А есть мы как предприниматели. Нет нас. Доплевать на нас. Он стал потреблять больше. Вы послушайте, пожалуйста. Минуточку. Шесть лет идет падение. Не-не-не, вот тут вот извините. Шесть лет идет падение потребительского спроса. Шесть лет идет... Он потребляет меньше. Мы просто задрали цену, задрали их издержки. Поэтому шесть лет идет потребительское падение. Дмитрий, я просто уточню. А в каком государстве не поддерживают сельхозпроизводители за счет субсидий? Подождите. Подождите. Субсидий это субсидием розни. Субсидий это... А это тоже за счет кого? Нет, ничего подобного. Коллеги, коллеги. Это не за счет налогоплательщиков? Нет. Это как раз и есть разница в подходах. Там даются налоговые преференции. Вот мне регулярно, я когда встречаюсь с поляками, они говорят, Дмитрий Валерьевич, вот с вашей инициативой мы будем давать 45 центов на евро вложенного. Это будут налоговые преференции. Налоговые. Это не подъем цен, вынимание денег из карманов польского налогоплательщиков. Там цены ниже, чем у нас. Люди у нас на границе туда ездят за едой. Это категорически неприемлемо. Мы сами искусственно производим менее качественный продукт. Он содержится, черт знает, что в нем содержится. И стоит он еще дороже. Потому что, возьмите, потребительские корзины за рубежом, особенно даже в абсолютном выражении, они дешевле. А если взять еще в относительном, относительно их заработных плат, так они копейки тратят, а у нас 70% на жрату. В таких условиях наши сельхозпроизводители вообще имели бы шанс выжить в таких-то условиях? Имели бы. А для этого налоговые преференции и есть. Когда мы говорим о поддержке наших предпринимателей, 70 нетарифных сборов, 2 миллиона регуляторных актов на предпринимательство. Вот где, собственно говоря, первооснова лежит поддержки предпринимательства. Хотите это сделать? Это делается щелчком пальцев. Но система другая, откачивается бабло от всех, искусственно перераспределяется по своим орлам, и после этого говорится, что у нас что-то растет. У нас ничего не растет, у нас все падает. Значит, завозим мы один несчастный миллион тонн действительно зерна первого-второго класса, твердых сортов, которых мы сами производим весьма мало. В силу разных причин, в том числе и по причин наших технологической, но чаще всего это все-таки климатические и прочие условия. Не производим мы то самое зерно по одной простой причине, потому что у нас появилось запредельное количество, собственно говоря, чиновников-флотифундистов, и их фамилии мы все прекрасно знаем, которые попросту тупо прижали огромное... У нас господина Ткачева и его холдинга, они третий или первый, там не помню сейчас по номеру, какой холдинг, просто землю прижали, и на этой земле ничего не производится. То есть экспортируем зерно мы тоже по бумагам, а валютная выручка у нас тоже по бумагам. У нас много чего по бумагам, у нас в свое время подводили... Слушайте, ну это вообще фантастика. Это не фантастика, эту фантастику... Мне кажется... Мы даже про нефть, собственно говоря, можно посмотреть ролики, отмотать пятилетней давности, когда сколько мы экспортируем в Германию и сколько проходят через таможенные терминалы, у нас тоже есть расхождение по этим цифрам. Откройте, открывайте, Василий Мельниченко, он про это даже снимал ролик. 7-3, 7-3, 9-4, 8. Разница была на 40%. Только Василий Мельниченко занимается все-таки сельским хозяйством, а не нефтью. Вася просто озвучивал эти цифры, он самый популярный этот ролик был на эту тему. Вася приводил не свои цифры, своими руками абсолютно искусственно девалировали рубль, искусственно, соответственно, завысили пенсионный возраст, искусственно повысили НДС. Ровно абсолютно есть группировка, которая копит на будущий кризис, и кризис понятно, почему произойдет, потому что в 21-22 году, это уже, это не мои данные, это, соответственно, Минэк и Минэнерго. В 21-м году у нас падение будет добычи нефти и газа на 30-40%, они готовятся к этому. А поскольку еще второй фактор, идет изменение энергетической парадигмы мира, мы влетаем, соответственно, более того, прочитайте, что там записано у нас в Харте энергетической безопасности страны. И любое, там это подписано президентом Российской Федерации, что любое технологическое развитие альтернативных источников энергии является вызовом и является угрозой для Российской Федерации. Мы себя осознанно втаптываем в абсолютное экономическое и политическое мракобесие. А зачем немцам «Северный поток-2» тогда, если они уже, да? Значит, тут ответ очень прост. За это было уволено два сотрудника Сбербанка. Мы строим «Северный поток-2» для того, чтобы господин Ротенберг заработал на трубах. Немцам-то зачем? Немцы у нас, извините, сидят с вами, господин Шрёдер, сидит в компании «Роснефть» в качестве... Меркель-канцлер в Германии. Немцам зачем? Она не финансирует это. Это мы финансируем. Мы туда трубу тянем. Им по барабану, что мы будем без ценок туда гнать гад. «Северный поток-2» строится для того, чтобы прокладывать трубы. Больше ни для чего. И это уже, что называется, факт доказанный. Есть официальные цифры. Закредитованность нашего населения составляет 15,7 триллионов рублей. Просроченная задолженность составляет 3,7 триллиона рублей. Это люди, которые сейчас револьверно берут кредиты для того, чтобы просто прокормить себя. 70% уходит на еду. Оставшиеся 30% и с долгами остается на ЖКХ. Люди, еще раз говорю, работающие бедные, не из воздуха появились. Это откуда-то они появились. Как при росте у нас растет работающий бедный? Откуда они? Барак Обама нам, что ли, сюда привез? Случай, положение, когда люди берут деньги на еду. В ни в какой Германии люди на еду деньги не берут. Они берут на машины, на квартиры, на поездки, на все что угодно. На предметы длительного спроса. А у нас люди перекредитовываются, чтобы закрыть кредиты, которые раньше взяты на еду. ЖКХ. А у нас люди не берут деньги на еду.